Здравствуйте! Сегодня дал старт деятельности ряда промышленных предприятий в Сумгаидском химическом промышленном парке. В ходе поездки в Сумгаид глава государства заложил фундамент предприятия по производству технических газов Чинарсервис. Также президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятий по производству полимерных добавок «Новус пластика» по выпуску упаковочной продукции закрытого акционерного общества «Универсальная упаковочная промышленность» и производству керамических плиток «Азербайджан Вангхонг Керамикс». Кроме того, главой государства был заложен фундамент предприятия по производству строительных химикатов «Карташ Кимия». Затем президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Ейдару Алиеву, установленный в центре города Сумгаид, ознакомился с состоянием городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде после реконструкции и принял участие в открытии нового здания Сумгаидской городской больницы номер 2. Крупнейшая солнечная электростанция региона «Городак» будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Первис Шахбазов на заседании комиссии о мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии. Также продолжаются работы по развитию освобожденных регионов, как зоны зеленой энергетики. На территории проводится регулярный мониторинг. Учитывая, что Нахчевам был объявлен главой государства зеленой энергетической зоны, на заседании обсуждена реализация госпрограммы социально-экономического развития на 2023-2027 годы. Документ включает в том числе повышение удельного веса в ЕВА в автономии. Было отмечено, что продолжаются работы по экспорту зеленой энергии в Европу. Обсуждались параметры участков в море, выделяемых для проектов альтернативной энергетики. Интеграция новых мощностей в общую энергосеть и другие вопросы. Комиссия по реализации пилотных проектов в области ВИЭ создана указом президента Азербайджана от 5 декабря 2019 года. Азербайджан планирует ряд проектов с Россией для борьбы с изменениями климата. Об этом сообщил заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы Рафик Вердиев в интервью ТАСС. По его словам, основная цель – защита водных экосистем и биро-разнообразие бассейна реки Самур путем посадки лесов и укрепления прибрежной защитной зоны. А также борьба с эрозией и опустынивание. Ожидается, что это обеспечит устойчивость бассейна к изменению климата и защитит водные ресурсы. По словам Вердиева, первая экспедиция российских ученых в Азербайджан для исследования Самура по части русла, который проходит граница, запланирована на декабрь этого года. Будут проведены совместные исследования биоразнообразия бассейна водным ресурсом и изменением подземных вод. Состояние реки Самур влияет на качество воды Каспийского моря, подчеркнул глава надслужбы. Все прикаспийские страны смогут воспользоваться опытом, полученным в ходе экспедиции по естественному восстановлению речной системы. А теперь актуальные темы дня. Мы обсудим с экспертом. На прямую связь к студии подключается Николай Кульбака, кандидат экономических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос будет касаться Евросоюза. Там рассматривается возможность продления чрезвычайного ограничения цен на газ. Он был введен в феврале из-за опасений, что региональные конфликты и сбой поставок топлива могут вновь поднять на него цены зимой. Вот насколько сейчас реально угроза дефицита и будет ли продлеваться мораторий цен? Ну, угроза дефицита, конечно, существует, хотя не очень велика. То есть, реальная речь может идти, наверное, ну, скажем, о вероятности, там, может быть, 5-10%. Самая главная проблема заключается в том, чтобы этот сценарий учитывать и подготовиться к нему. Поэтому здесь, в принципе, ничего удивительного нет. Просто Евросоюз прорабатывает все сценарии, наиболее негативные в том числе. Поэтому удивляться этому не стоит. Но и думать о том, что это достаточно реальный сценарий, я бы не стал. А вот как такое решение по лимиту цен может повлиять на положение дел в экономике еврозоны? Есть различные прогнозы, что запасенного газа Европе не хватит, и что дефицит голубого топлива континенту не грозит. А как нехватка может повлиять на инфляцию в регионе? Ну, знаете, здесь очень много неизвестных. Во-первых, мы не очень можем предсказывать погоду. И поэтому гарантировать, что зима будет теплой или, наоборот, холодной, мы не можем. А исходя из этого будут различные сценарии потребления газа. Сейчас газохранилища в Европе заполнены очень высоко. И я подозреваю, что до начала отопительного сезона они будут продолжать заполняться. Поэтому я думаю, что здесь вероятность сценария, когда газ потребуется больше, чем его есть, и его придется возрочно докупать, и цены из-за этого вырастут, она существует. Но, как я сказал уже, это не очень высокая вероятность. Поэтому не думаю, что риски очень высоки здесь. Продолжая экономическую тематику, опубликованы данные по дефициту бюджета в США, который достиг 1 триллиона 700 миллиардов долларов. В то же время остается меньше месяца до предпредлагаемого шатдауна. 17 ноября финансирование бюджетника в стране может прекратиться. Удастся ли Белому дому, по вашему мнению, избежать такого негативного сценария и за счет чего? Ну, смотрите, это чисто технический момент. Он происходит в Соединенных Штатах с завидной регулярностью. То есть с завидной регулярностью приходится пересматривать собственное ограничение на размер дефицита бюджета. Ничего удивительного в этом нет. Нет, это чисто технический момент. Правда, он используется для договоренностей между партиями. И особенно сейчас, в преддверии выборов, в общем, это, наверное, будет чуть-чуть посложнее сделать. Но, как всегда, они договорятся. В ситуации, когда они не договаривались, можно пересчитать по пальцам. И даже в этом случае все равно договоренности достаточно быстро достигались. Поэтому здесь пока ничего страшного нет. Это нормальный технический момент в действии политической и экономической системы Соединенных Штатов. Все же, может ли ситуация на Ближнем Востоке, например, повлиять на процесс достижения в США консенсуса по бюджету? Некоторые эксперты отмечают, что именно ситуация на Ближнем Востоке приведет стороны к взаимопониманию. Вы знаете, я думаю, что это прежде всего внутриполитическая американская история. Да, возможно, в какой-то степени влияние ближневосточных проблем скажется. Но прежде всего это вопрос внутренней политики Соединенных Штатов, взаимоотношений между партиями, прицела на будущие выборы. И, в общем, здесь Ближний Восток просто одна из тех проблем, которые при этом будут учитываться. Поэтому здесь очень сложная многофакторная проблема. И Ближний Восток все-таки не главный. Говоря об экономических последствиях Ближневосточного конфликта, все-таки эта тема является одной из важных сегодня. Вот в Иране прозвучало заявление о том, что Армудский пролив может быть закрыт для движения судов. Насколько такая угроза реальна и чем это грозит, например, рынку нефти? Ведь нефтяные танкера проходят по этому проливу, насколько я знаю. Это очень интересный вопрос, потому что здесь упирается все в договороспособность сторон с одной стороны. А с другой стороны, если вы внимательно посмотрите на то, что происходит вокруг этого конфликта, то вы уверите, что практически все стороны сейчас пытаются так или иначе договариваться. Кто-то ищет союзников, кто-то пытается нащупать точки соприкосновения. То есть, судя по всему, серьезный конфликт вокруг газа сейчас мало кому нужен. И да, конечно, кто-то пытается на него выиграть, но похоже, что стороны все-таки будут стараться свести риск серьезных военных действий к минимуму. А это означает, что вероятность сценария перекрытия Армудского пролива не очень высока. Большое вам спасибо, что позволили прояснить ситуацию. На прямой связи со студией был Николай Кульбака, кандидат экономических наук. Мы продолжаем. Туризм больше всех прочих отраслей пострадал от пандемии. Однако Турция быстро преодолела этот период, чему помогло оперативное принятие решений. Рассказал в интервью CBC заместитель министра культуры и туризма Турции Гекхан Язгы. Так, для сохранения туризма в период пандемии были реализованы определенные меры поддержки в рамках программы сертификации безопасного туризма. Это предоставление кредитов, снижение налоговых ставок. А благодаря экспресс-тестам в аэропортах был обеспечен комфортный и безопасный прием путешественников. Мы обсуждаем с Азербайджаном развитие сферы туризма. В ноябре будет проведена встреча соответствующих комиссий. Будут подписаны протоколы. Мы будем и дальше обсуждать важные вопросы в туристической индустрии и принимать меры по дальнейшему развитию туризма в Азербайджане. И впредь на таких встречах необходимая разработка совместных планов стран по работе в подобные кризисные периоды, отмечает турецкий чиновник. После того, как Турция в 2019 году приняла 52 миллиона туристов, были поставлены еще более высокие цели. Сейчас в мире идут многочисленные конфликты, но, несмотря на это, Турция занимает лидирующую позицию в качестве безопасной для посетителей страны. В этом аспекте Турция рассматривается в качестве примера для других рынков. Конечно же, мы обязаны поделиться своим опытом в туризме с дружественными для Турции странами. Такую возможность предоставляют встречи специалистов и участников рынка. С Азербайджаном, Узбекистаном и другими братскими странами мы и дальше будем обсуждать вопросы развития туризма. Что же касается поезда граждан Турции в тюркские страны и туристов из этих государств в нашу страну, мы будем вместе работать над обеспечением их лучшего приема и времяпрепровождения. Турция стала более привлекательной для иностранных инвесторов. Об этом заявил министр финансов и казначейства Мехмед Шемшек на глобальной встрече Хуразис в Гази-НТП. По его словам, Турция является очень привлекательной страной для инвесторов, благодаря своей позиции удобного центра международной торговли и большому внутреннему рынку. Также среди преимуществ – молодое и динамичное население, квалифицированная и конкурентоспособная рабочая сила, либеральная инвестиционная среда и полноценная логистическая инфраструктура. Экономические реформы и устойчивая политика правительства способствуют созданию благоприятного бизнес-климата, а также обеспечивают защиту прав инвесторов. Наш потенциал по производству природного газа и нефти в ближайшем будущем позволит удовлетворить часть своих энергетических потребностей. Заинтересованность иностранных инвесторов в нашей стране увеличилась. Будут представлены значительные финансовые ресурсы из-за рубежа. Международные резервы по-прежнему улучшаются. Денежная и фискальная политика будут поддерживаться всесторонними структурными реформами. Министр также рассказал о макроэкономических вызовах и политике, направленной на их решение. Шемшек указал на глобальные проблемы, с которыми сталкиваются мировые экономики. Это незначительный рост торговых партнеров, высокие процентные ставки, подорожание энергоносителей и сильный доллар. Турецкий министр подчеркнул, что борьба с инфляцией является одним из основных приоритетов страны. Для дезинфляции были введены жесткая денежная политика и меры по смягчению кредитования. Расходы, связанные с землетрясением, вызвали временное ухудшение баланса бюджета. Важно улучшить баланс государственных финансов. Была реализована политика доходов и расходов, которые обеспечат финансовую дисциплину. Так, в конце программного периода дефицит бюджета должен быть ниже Маастрихтского критерия в 3%. В настоящее время уровень долга Турции низок. Это, в свою очередь, создает возможность покрыть большие расходы, такие как на ликвидацию последствий землетрясения. В целом, средний рост экономики Турции за столетний период составляет 4,8%. А средний показатель за последние 20 лет – 5,4%. В последнее время в Турции возникла необходимость сбалансировать структуру роста, указал министр. На дефицит текущего счета негативно влияет, несмотря на рост доходов от туризма, высокий внутренний спрос. По его словам, будет наблюдаться улучшение дефицита от текущего счета, а импорт золота, как ожидается, восстановится и нормализуется. Кроме того, министр провел встречи с иностранными инвесторами, в том числе впервые с членами МИДЭФ – крупнейшей бизнес-ассоциации Франции. Также состоялась встреча с президентом Международного энергетического агентства Фатихом Биролем по поводу перспектив мирового энергетического рынка. Казахстан намерен привлечь инвестиции в обрабатывающую промышленность. Об этом говорилось на заседании инвестиционного штаба под председательством премьер-министра Алихана Смайлова. За 9 месяцев в основной капитал в обрабатывающей промышленности было инвестировано на 6,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Успанов. В то же время инвестиции в легкую промышленность увеличились в 2,5 раза. В текущем году планируется запустить 170 проектов с объемом инвестиций в триллион тенге или свыше 2 миллиардов долларов. Крупнейшие из них – предприятия по производству бытовой техники и кокса – гурнообрабатывающий комбинат по переработке шлама. Однако регионы отложили реализацию ряда инвестиционных проектов, запуск которых планировался до 2027 года. Это связано с отсутствием средств инвесторов, нехваткой инфраструктуры, недопоставками оборудования, а также земельными вопросами. Премьер-министр Казахстана заявил, что Минпромстрою следует активизировать координацию в этом направлении. По словам Смайлова, эти проекты очень важны для экономики регионов. В регионе есть перспективный проект по производству аммиака и карбамида, но необходимая инфраструктура не задействована. Также не решен вопрос поставок природного газа, который является основным сырьем. Премьер-министр Казахстана также отметил, что регионам необходимо занять более активную позицию в реализации инвестиционных проектов, поскольку в результате них будут созданы новые рабочие места и улучшатся общие экономические показатели. Тем временем, Газпром поставит дополнительные объемы топлива в Китае и Венгрию. Об этом заявил глава госконцерна Алексей Миллер. По его словам, объем дополнительных поставок в КНР в текущем году может составить 600 миллионов кубометров. В Венгрию будет дополнительно поставлено 1 миллиард 300 миллионов кубометров газа. Плановый объем для Китая на 2023 год составляет 22 миллиарда кубометров. Поставки осуществляются по газопроводу «Сила Сибири». По дальневосточному маршруту экспорт начнется не позднее 2027 года, указал Миллер. По его словам, уже в среднесрочной перспективе только трубопроводные поставки в Китае могут сравниться по объемам с показателями экспорта в Западную Европу. В феврале 2022 года «Газпромом» был подписан 25-летний контракт по дальневосточному маршруту. Он предусматривает поставки в Китай до 10 миллиардов кубометров в год. Еще одно межправительственное соглашение определяет строительство трансграничного газопровода через реку Уссури. Между тем, ранее российский концерн отчитался об убыточности газового бизнеса в первом полугодии в размере 255 миллиардов рублей или 2 миллиардов 670 миллионов долларов. Это связано с падением выручки от экспортных продаж и ростом ее себестоимости. Москва и Тегеран договорились обнулить пошлины на импортные товары обеих стран к марту 2024 года. Об этом заявил член совместной ирано-российской торговой палаты Камбис Мерказими. По его словам, по мере коммерческого развития отношений Ирана и стран Евразии будут решаться проблемы операторов в сфере таможни, тарифов и конкурентного рынка. Для этого планируется увеличить расчеты в национальных валютах, а также организовать свободную торговлю и открытие таможенных границ Ирана с Россией, Арменией и Белоруссией. Член торговой палаты также сообщил, что инфраструктура для реализации соглашений о свободной торговле создается быстрыми темпами, благодаря высокому уровню взаимопонимания между иранскими и российскими переговорщиками. А сейчас мы переходим к данным по мировым рынкам. Нефтяные цены снижаются сегодня утром на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Котировки нефти эталонной марки Brent начали неделю с уровня 91,13 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую WTI торгуются по 86,89 доллара. Что же касается азербайджанской нефти, то ее стоимость в последний торговый день поднялась на 2,5 доллара и Азерилайт продавалась по 95,82 доллара за баррель. Рассмотрим цены на драгоценные металлы. Золото в конце прошлой недели подорожало до максимума за 5 месяцев, превысив 2 тысячи за тройскую унцию. Инвесторы опасаются, что ближневосточный конфликт может выйти за пределы страны, поэтому выбирают защитный актив. Это позволило драгоценному металлу отыграть падение, длившееся в сентябре. В результате стоимость золота сегодня корректируется и составляет 1,987,3 доллара. Серебро торговалось под 23,41 доллара за тройскую унцию. Стоимость платины немного превышает 894 доллара за унцию. И в завершении об американских фондовых индексах, которые снизились по итогам недели. Негативным фактором для рынка ценных бумаг на прошлой неделе стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. В результате промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,86%, значение S&P 500 потеряло 1,26%. Совокупный индекс бумаг высокотехнологичных эмитентов NASDAQ потерял больше остальных 1,5%. Возвращение к золотому стандарту могло бы решить многие проблемы мировой экономики. Например, инфляцию, зависимость международной торговли от политики США. Но есть одна проблема. В мире недостаточно количества золота, чтобы обеспечить денежное обращение в текущих условиях. Уверяют специалисты Росконгресса в последнем докладе. Всего в мире добыто 244 тысячи тонн золота. Это, конечно, недостаточное количество для того, чтобы обеспечивать все деньги, выпущенные на данный момент. Поэтому, в принципе, золота не хватит для обеспечения. Дело в том, что была введена система плавающих курсов. И после этого необходимость в обмене денег на золото пропала. Как мы знаем, МВФ стал гарантом обмена между странами и национальных валют. Таким образом, золото не сможет быть таким активом, который может обеспечивать денежную массу. Золотой стандарт представлял собой систему, когда страны привязывали стоимость своих валют к определенному количеству металла. И нацвалюта конвертировалась по фиксированной цене. По этой схеме количество денег в обращении ограничивалось имеющимся запасом золота. Эксперты отмечают, что сейчас не существует стабильного эталона денег, так как присутствует инфляция. В будущем возможно создание системы из нескольких валют, которые могут стать надежными эталонами, средствами накопления и платежа. На данный момент объем денежной массы в мире растет очень быстро и превышает возможности добычи золота. При этом стоимость этого металла постоянно растет. Роль золота, несмотря на то, что оно для многих остается аналогом денег, постепенно снижается, но при этом стоимость его растет. Как мы видим, за последние несколько лет курс значительно вырос, причем золото является защитным активом. И инвесторы покупают его во время войн, повышенной инфляции, неопределенности. Поэтому в ближайшей перспективе, конечно, цены на него будут расти быстрыми темпами. В Евросоюзе запретили микропластик. В середину октября начали частично действовать новые ограничения на продажу микропластика и продуктов, в которые он специально добавлен. Это бисер, блестки, некоторые косметические товары. Для других изделий установлен переходный срок от 4 до 12 лет. В зависимости от сложности производства и наличия подходящей альтернативы микропластику. Пресс-секретарь Еврокомиссии Юхана Бернзель отметила, что по некоторым оценкам в ЕС ежегодно попадает в окружающую среду 42 тысячи тонн микропластика. В рамках регламента Еврокомиссия принимает меры по применению вредных химических веществ на территории Евросоюза. Новые правила. Первый шаг в этой работе ожидается, что запрет на микропластик поможет избежать попадания в окружающую среду более полумиллиона его тонн. В 2015 году в США приняли поправки в федеральный закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах. Согласно ЕМО, с 2017 года запрещено производить косметику и бытовую химию с микропластиком, а с 2018 года еще и продавать. Подобный запрет действует и в других государствах – Швеции, Великобритании, Франции, Австралии, Канаде, Китае и Южной Корее. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. До встречи в следующих опирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова